Привет! Привет, мое ледное! Это кто? Это Дуня. Дунечка, это ты, да? Ты, моя дорогая, кушать хочешь, да? Дуняша, ну шо ты, давно не виделись мы с тобой. Ты такая хорошенькая девочка. Сейчас будем тебя кормить. Потому что мы тебя давно не видели. Ты уже успела похудеть, наверное, да? Нет? Дунечка. Да, моя дорогая. Будешь брать своими лапками? Ну, сама. Будешь? Нет? Ты хочешь такого? Бери. Купили какой-то новый корм с витаминами. Не знаю, нравится им или нет. Кошачьи, конечно. Потому что собачьи они не едят. Будешь еще? Ну, нахуй. и раненько пришла сегодня. Ты раненько пришла сегодня. Восемь вечера. У нас мелкий дождик или уже прошел, в общем, день такой себе. Не очень теплый, не очень холодный. Февраль все-таки. Февраль все-таки. Все можно ожидать. Может, еще и снег будет. Что обещают заморозки через два дня? Небольшой. Небольшой. Посмотрим. Ну, Дуняша красивая какая. Шерстка у нее такая здоровенькая. Вот видите, какая шерстка красивая. Дунечка, а, Дунечка, а хочешь тебе что-то вкусненького дам? Хочешь? Да? Ты слышишь, моя хорошая? Да, моя маленькая. Ой. Я боюсь, чтобы она сразу и с рук брала. Она такая резкая немножко. Кушай, кушай, моя хорошая. Только не уходи от нас. Мы тебя и не видим так сильно уж. В удобном ракурсе. Ну, вот так вот. Посмотрим, полюбуемся тобой. Жена одна ходит. Нет у нее ни партнера, ни деток. У нас Дуня одиночка. Где-то же она с это время находилась. Я уже ее не видела вообще. Даже не могу сказать сколько. Пару недель точно. Так что где-то они питаются. Что-то они находят в живой природе. Тут особо и находить-то негде. Да, вкусно. Хорошая девочка. Вон, игрушку положили себе тут под окно у меня. Ну, кушай, кушай. Кстати, хотела рассказать про енотика, которого ножки были перебиты. Или что с ним было, не знаю. Ходил на передних лапках только. Тоже я его после того, как он был у меня на другом балконе. Я его не видела дня три, наверное. А потом он пришел. И уже немножко на лапки наступал. То есть он уже не становился на передние лапы. Но видно все равно, оно у него болит. И он лежа кушал. То есть я его кормила. Все, что могла, я ему давала. Там и орешки, и банан. И были у меня даже блюбри, ягодки. И даже колбаску порезала. Вы думаете, он это ел? Все порашвыривал. И только, опять-таки, кошачий корм и печенье. Вот все, что не рекомендовали, они будут кушать. Ничего подобного. Ничего не хотел. Не знаю, может он пару ягод и съел. Или там кусочек орешка. Но утром, когда светло стало, потому что там у нас темный балкон. Я не могла снимать. Все это пришлось мне щеткой подмести под балкон. Чтобы уже там уже, может, мышки поедят. Или белочки. Так что, что тут не пробуем давать. А все равно они кошачьи кормы не уважают. А печенье обожают. Так что, такие у нас дела. Спасибо, что вы советуете, пишете, что обычно еноты едят. И что им полезно, что им бедно. Но это все идет речь о домашних енотах. А это еноты в свободном полете, как говорится. Они приходят тут, подъедают немножко, доедают. То, чего они добирают, короче, еду. Это так. Пробую виноград им давать. Очень плохо ее. Очень. Даже можно сказать, нет. Поэтому всю округу енотов, которые приходят, я накормить не могу какими-то деликатесами. А то, что я могу, вот, покупаемый мешок. Ну, две недели. Восемь килограмм. Ну, и печенье так, чтобы не часто. Ну, так, по чуть-чуть, по одному иногда даю. Дуняш, ты еще хочешь, моя хорошая? Дуничка. Ильичком еще своим щелкает. Наверное, еще хочет. Ну, будешь еще? Бери. Дуй. А, Дуй. Кушай, маленькая. Не очень хочешь. Но я насыплю все равно. Так, понемножку. Она не уйдет, пока не поест. Может полежать, тут почухаться. Попьет водичку вот здесь. Всегда у них чистая водичка есть. Хоть и дождь вокруг. Лужи, может, и есть, но особо нет. Поэтому. Лучше налить. Хорошо, что не мерзнет вода. А, нет, морозов. Ну, хорошо, мои дорогие. Спасибо, что смотрите, что ставите пальчик вверх. Вот. А тот, кто случайно попал на наш канал, пожалуйста, подписывайтесь. Мы стараемся каждый день показывать вам видео. Живем мы в Канаде. Вот. И вот такие вот дикие, полудикие животные, еноты, приходят к нам на балкон. Так как мы живем на первом этаже. Вот. В тихой такой зоне. Особо тут. Уголочек у нас мало как бы оживленный. Но рядом очень такая дорога, где постоянно машины снуют через дом. Поэтому там вот едут, едут, едут. И шумят, вы слышите. Поэтому я стараюсь, чтобы еноты не шли через дорогу. Потому что их много гибнет под колесами. А идут они в поисках еды. Стараюсь их подкармливать. Чтобы они не уходили. Наши зоны тут спокойные. Вот. Так что ждем вас в следующих видео. Спасибо вам большое. И от нас, и от енотиков. Всего хорошего.